Депутат из города Березовский, это который в Свердловской области отличился тут на прошлой неделе. Господин Большой Человек назвал мужчин, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей в месяц лентяями. Ясно вам? Врачи, учителя, полиционеры, военнослужащие, вы лентяи. Даже заработать не в состоянии. Ну а теперь записывайте. Зовут депутата Андрей Брусницин. Можете начинать передавать ему приветы в соцсетях. А если кто-то в Березовском депутата этого встретит и захочет поговорить с ним по-мужски на эту тему, я не удивлюсь. Народ ведь должен знать своих героев и общаться с ними периодически. Начинаем. А это видео мне прислал один из зрителей. По понятным причинам показывать полностью данное кену не стану, но расскажу, что на съемке. А на съемке человек, которого кинули на деньги, то есть его наняли для проведения определенных работ, а когда пришла пора рассчитаться, сказали что-то вроде, а не пошел бы ты, дядя, лесом. Дядя ходил к своим работодателям, уговаривал их, а они над ним посмеивались. Пока однажды человек не сорвался и вот тогда случилась трагедия. Мне будут оплачены эти деньги или нет? Да, конечно. Когда? Когда ты предоставил. Не, 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 дурака не валяй. Что ты делаешь? Прекращай. Мы все заплатим тебе. Прекращай. Я ни в коем случае не оправдую этого человека. Играть в ковбоев последнее дело, но это ведь, согласитесь, не снимает вины с тех жуликов, которые кинули дядьку. И мне кажется, что судить необходимо в том числе и их. У нас прикрывают всевозможными кризисами, санкциями, проблемами на людей. Просто плевать уже начали и никто такого вот обманутого гражданина не защитит. Чем полиция занимается? Правильно. Отловом митингующих и пикетирующих, с инакомыслием борются. Реальное жулье творит, что хочет. Повторюсь, я не оправдываю поступка того человека из видео, но и негодяем не готов его назвать. Это реальная журналистика сегодня о справедливости, которой чаще всего нет. Поехали. Многие просят поднять тему скруток и просмотров в соцсетях своеобразной цензурой со стороны российского представительства YouTube и Google по отношению к каналам определенной политической направленности рассказываю. Это действительно имеет место и это уже даже доставать начинает. Тем более, что поступают так модераторы в открытую и борзеть уже начали, да до такой степени, что в общем некоторые их действия можно смело под уголовные статьи подводить. Приведу конкретный пример. Касается он, ну вот, монетизации. Например, это ведь одна из основных форм давления на блогеров и журналистов. Итак, вот одно из недавних моих видео. Я был уверен, что за это кино YouTube платить не захочет. Стандартная процедура в России, чтобы вынудить человека заняться чем-то другим. Так вот, я был уверен, что они кинут. Поэтому заранее сделал скрин страницы в менеджере видео и не ошибся. День первый, видео опубликовано, реклама в нем прекрасно продается. Крупная корпорация замечательно там рекламируется. Все хорошо, все чудно. Спустя несколько часов. Как только видео набирает энное количество просмотров и в общем речь идет уже о каких-то деньгах, оно вдруг перестает подходить рекламодателями. Гуляй, Вася, платить тебе не за что. То есть катали и катали рекламу. Десятки и даже сотни тысяч людей ее увидели. Но когда пришло время поставить в график оплаты автора контента, ой, че-то не подходит данный контент рекламодателю, класс. Вот только спешу сообщить господам модераторам Google, а вы когда-нибудь слышали про 159-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации? Мошенничество, так эта статья называется. И статья это, повторюсь, уголовная. Это не какая-то там административка. Вы уверены, что компания Google будет рада вашим фокусам? Ладно, приглашаю вас во Владимир. История, которой хочу поделиться типично для России, к сожалению. А жертвой несправедливости там стал простой парень. Водитель скорой помощи и, внимание, отец пятерых детей Романа Энтишин. Три года назад у мужчины ушла из жизни жена. И сегодня он является отцом-одиночкой. А еще многодетный Роман стоял на очереди на улучшение жилищных условий. Но недавно местные чинуши решили, что-то слишком многого товарищ захотел квартиру ему. Перетопчется и вычеркнули из очереди на жилье. Мол, иди да покупай. Ну, естественно. У нас же только новоиспеченного россиянину, россиянину Жерару Депардье какому-нибудь квартиру могут дать без разговоров. Тому самому Жерару, который не захотел платить налоги у себя на родине и слинял оттуда. Ему да за такой подвиг и жилье можно подкинуть. А отца пятерых детей правильнее будет послать. Он же всего лишь гражданин этой страны с рождения. И воспитывает пятерых таких же. Воронеж. Что это было, спросите вы. А я вам отвечу, рядовое скотство. Теперь подробности. Девочка-подросток попыталась что-то вынести из магазина по малолетству. Охранники ее схватили. Затащили в какое-то помещение. Закошмарили. Ребенок напуган. Плачет. Люди пытаются за эту девочку вступиться. Но этим красавцам, охранникам в смысле, все равно. Ведут себя как хозяева жизни. Ну, естественно. Они ж преступницу поймали. Маньку облигацию. Как минимум. Товарищи чиновники, прошу вас, выпишите этим борцам с преступностью по ордену, что ли, да за заслуги перед Отечеством. Ну, а вам, вам предлагаю посмотреть на этих героев еще раз. Вполне вероятно, что они могут оказаться вашими соседями. Девушка, выходите, девушка, выходите, пожалуйста. Молодой человек, мы с ней заодно. Что? Вы заодно? Да, конечно, мы с ней заодно. Я ей помогаю даже. Она сейчас из жилы что-то достала, за стол скинула. Вот, уже. Да тут все пишет. Тут камеры все пишут. Даже если она своровала, вы не можете ее просто так вот туда затаскивать. Ребенок орет. Это как кошмар. Охрана называйте. К слову, многие сокрушаются. Почему ты никогда ни о чем хорошем не рассказываешь? Пожалуйста, только не обвиняйте меня потом во всяких глупостях. Итак, Ставрополье, город Михайловск. Здесь на днях в одном из супермаркетов появилась полка добра. Служит для оказания помощи продуктами нуждающимся. На нее можно что-то купить и положить. А те, кому действительно, а кто действительно в чем-то нуждаются, могут взять с этой полки все, что захотят, совершенно бесплатно. Это только начало. Они по всему городу такое хотят ввести. Идея принадлежит моему другу. Он бизнесмен и депутат местной думы. Будете смеяться от единой России. Человек избирался, и он занимается реальными делами. Он совершенно не хочет светиться на камеру, как я его только не уговаривал. Но я все равно о нем скажу. Зовут этого парня Андрея Петина. Вот его единственное интервью. Снято оно год назад, когда Андрей ко дню города в родном поселке отремонтировал центральную площадь. Ни копейки бюджетных денег при этом не потратил. Нашел каких-то инвесторов, уговорил вложиться. Решили благоустроить этот район мы несколько лет назад, потому что родом мы из этого микрорайона, из этого поселка. И нам очень хотелось, чтобы этот поселок и конкретно вот эта часть поселка благоухала, цвела и выглядела очень достойной, красивой, цивилизованной. А вот там, в сторонке торгово-развлекательный комплекс, и Андрей тоже построил его на частные средства. Два этажа из четырех в этом центре будут отданы внимание в безвозмездное пользование под поликлинику и детские спортивные секции. Он сам живет в этом поселке, его там знает каждая собака. На выборах никто не захотел выдвигаться против этого человека. Избирательный штаб возглавляла первая учительница, агитаторами были соседи. Еще человек построил храм, облагородил вокруг этого храма территорию, установил памятник основателю поселка, дороги делает тоже своими силами, и повторюсь, он нигде не пиарится. Вот вам, пожалуйста, депутат, просто порядочный. Это была реальная журналистика, и сегодня мы говорили о справедливости. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете массу полезного и интересного. Правда, о справедливости там очень мало. Но заходите, наслаждайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать, посмотреть. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Испугались? Обос... Что сделали? Обос... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...